Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 12 ноября 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн Импичмент, который естественно у всех на устах и на умах, это не отстранение должностного лица, не увольнение, не наказание даже А решение, скажем, Конгресса предложить Сенату уволить, ну вот скажем, в нашем случае президента То есть все, что может сделать и решить Конгресс, это показать, подать прошение в Сенат о слушании дела президента Трампа А если Сенат примет к слушанию, что не факт, то Конгресс будет выступать обвинителем, а президентская команда будет его защищать Но для импичмента обычно требуется что-то такое, из-за чего президента надо увольнять Скажем, Никсон, например, врал о том, что он не знал, что его люди залезли в штаб демократической партии, то есть противоположной партии ему И поставили там жучки для прослушки Значит, или Клинтон, например, опять же врал, что не имел никаких сексуальных отношений с Моникой Левинской А потом, значит, подсылал к ней друзей уговорить ее врать под присягой Значит, вот совокупность этого, значит, скажем, является, так сказать, на этом основании Можно и требовать увольнения президента Как вы все, конечно, помните, несмотря на то, что Клинтону Конгресс объявил импичмент В Сенате, так сказать, решили, что это недостаточно И он, на самом деле, через некоторое время после этого, там, через год, зимону, полтора Пошел на новые выборы и выиграл второй слог Значит, сегодня начался процесс обсуждения импичмента Как бы подготовки импичмента официальной То есть в ближайшие несколько недель Конгресс заслушает свидетелей, экспертов друг друга и будет голосовать уже в полном составе, идти ли в Сенат для того, чтобы объявить импичмент президенту и идти в Сенат требовать его увольнения. Эти обсуждения или слушания должны по традиции давать возможность как партии, которые обвиняют, в данном случае это демократы, так и партии, которые защищают страна президента, то есть республиканцы, вызывать своих свидетелей, задавать им любые вопросы. И, вложившись в регламент времени, им предоставлять свои выводы на заседаниях Конгресса, скажем так. На этот раз, как и все в эпоху Трампа, вывернуто с ног на голову. Во-первых, почему-то руководители импичмента, то есть руководящие Конгрессом сегодня демократы, ведут слушания не в комиссии по юриспруденции, либо в созданной специальной комиссии по этому поводу, а в комиссии почему-то по разведке. Что само в себе вызывает, скажем, удивление? Чего вдруг? Во-вторых, республиканцам не дают возможность вызывать тех свидетелей, которых они требуют вызывать. А в-третьих, руководящий процессом уже во время заседания Конгрессмен Шиф, председатель комитета по разведке, в любой момент вмешивается, и по правилам, которые они написали сами, вот они специальные правила выпустили для вот этого процесса импичмента, он может вмешаться и сказать свидетелю, что он не должен отвечать на те вопросы, которые задают ему там республиканцы в данный момент. Вот и вмешивается, кстати, вмешивается. Ну и, значит, то есть все, как обычно на самом деле происходит с социалистами, там, честно и благородно. Всегда, так сказать, когда кто-нибудь отвернется, обязательно тебя, так сказать, пытаются ногой в пах ударить. А начавшиеся сегодня слушания вызывают у меня смешанные чувства, скажем, омерзения и радости. Омерзения, потому что нам играют спектакль, причем играют плохо, ненатурально, то есть, да, вот, так сказать, Станиславский бы кричал там из зала, там, не верю. Говорят глупости, там, например, один демократ, сейчас просто не упомню его фамилию, конгрессмен, договорился до того, что заявил, что лучше не знать самому, а не важно что, да, а слышать от кого-то другого. И вот тогда-то это и есть доказательство правды. То есть, ну, такой, так сказать, классный, так сказать, задумавшись об этом, об этой чуши, значит, услышать лучшее от кого-то другого, что он слышал от кого-то другого, чем, скажем, видеть и присутствовать самому, да. Да, смысл свидетеля полностью, с моей точки зрения, изменяется, да. Вот, отвращение у меня вызывает факт, что весь этот спектакль, который, значит, стоит налогоплательщикам довольно много денег, и который отвлекает Конгресс и в значительной степени Белый дом от дел, решения которых нам всем стране важны. И вот, все это для чего, спрашивается, да. То есть, демократы знают, что Сенат либо вообще не примет, значит, проведенные такими скандальными, скажем, и неприличными методами импичмент, либо, то есть, к слушанию вообще не возьмут, так сказать, скажут, что из-за того, что вы там не дали вызвать этого, не дали вызвать этого, не дали вызвать этого, так сказать, не давали задавать вопросы и тому подобное, все это мы, так сказать, не верим вашему импичменту, идите обратно и, так сказать, там, делайте все, что угодно. Вот, либо могут допустить, но, значит, у демократов там ведь нет даже половины голосов, не говоря уже там о двух третях, которые требуются для утверждения импичмента. А тогда спрашиваете, зачем они это делают, если они все это знают. Во-первых, они хотят, значит, попробовать бросить грязи на стенку, а вы что-то прилипли. Ну, а с Мюллером они то же самое пытались сделать, да? Вот, во-вторых, значит, может, может уговорятся какие-то не очень вникающие люди, я не имею в виду конгрессменов и сенаторов, я имею в виду голосующие люди, да? Вот, мол, там, так сказать, что-то происходит такое действительно противное какое-то такое там, ну, не буду за этого Трампа голосовать, например, да? Вот, но главное это не дать Трампу и республиканцам говорить о своих достижениях и заставить, таким образом, вот, с помощью импичмента обсуждать всю страну, значит, все плохое какое-то там поведение Трампа, которое может быть доказано, может быть не доказано, но что-то он там не то делал, да, как бы вот дым же идет, значит, ну, какой-то огонь. А первые три года демократическая партия мешала Трампу улучшать жизнь в стране, но так как ему все-таки удалось, значит, во многом улучшить нашу жизнь, то сейчас надо это, так сказать, это улучшение как бы замолчать, закричать, я бы даже сказал, что о нем, значит, никто не знал, не слышал, не думал в этот момент. Вот и весь смысл спектакля, больше там ничего нет. Значит, сегодня допрашивали двух свидетелей, значит, замминистра иностранных дел такой Джордж Кент и действующий посол США в Украине, это Уэлли Уильям Тейлор, значит, что пытаются доказать демократы, что, значит, и вся поддерживающая их, естественно, пресса, что Трамп использовал деньги, выделенные на Украину, значит, шантажируя ими Украину, чтобы они начали искать грязь на Байдена, что, мол, значит, вот Байден, это его, так сказать, теоретически его соперник на выборах 20-го года, хотя я думаю, что Байден туда не доберется, уж больно он не популярен, народ вообще, так сказать, или к Трампу собираются по 30-40 тысяч человек слушать, то к Байдену приходят там от силы 50-70, один раз пришло 150, они очень удивились сами. А, вот, значит, еще раз, 40 тысяч и 70, да, ну, так сказать, человек, не 70 тысяч, 70 человек, я не шучу, значит, 40 тысяч приходит Тейтон, 40 тысяч приходит к Трампу, 50-70 человек приходит к Байду, а какой-то черту соперник, да, ну, тем не менее, значит, кричать можно по любому поводу. Так вот, значит, Трамп, его личный юрист Руди Джулиани, который вот этого был мэром Нью-Йорка, о нем легенды ходят, и как о мэрии, и как о, так сказать, юристе потрясающем совершенно, искали информацию, значит, о шантаже, который устроил в Украине Байден. Не столько даже их интересовала конкретно Байденовская вся эта история, хотя почему, так сказать, что нет, да, но их еще интересовало вмешательство Украины во внутренние дела США в 2016 году. Вот, значит, оттуда, от всего этого могут потянуться всякие ниточки к другим высокопоставленным, так сказать, в Америке лицам, там, типа Джона Керри тогда, тогдашнего госсекретаря, Нэнси Пелоси, нашего спикера парламента. Их дети, у всех трех, значит, Байден, Пелоси и этот самый Керри, вдруг начали работать в украинских энергетических фирмах, получая достаточно большие деньги, значит, даже для американских миллионеров, достаточно большие деньги. В то время как их родители решали, значит, сколько дадели Украине, а какое вооружение туда поставить. Значит, демократы говорят, что Трамп, значит, не получив от Зеленского ту информацию, значит, которую он хотел, не помогал поэтому Украине. Но самый, так сказать, поверхственный взгляд на факты говорит о том, что Обама оружие, скажем, Украине не давал. А Порошенко тоже сказал ему, Обаме, что Украина очень благодарна, конечно, Америке за все это, но одеялами, как он выразился, войну не выиграешь. Вот, если вы хотите, чтобы мы выиграли войну у русских, то помогайте как-то более серьезно. Чемпионат президента добиться, кто и каким образом пытался оказать влияние на выборы, ну, в том случае, 2016 года. Во-первых, это то, чтобы разобраться, что произошло, во-вторых, чтобы этого больше не происходило. Этим должен был, на самом деле, заниматься Обама, которому еще в 15-м, в конце 15-го года, доложили, что русские и другие, я не знаю, кто именно другие, тогда бы в те времена думали, что это китайцы и иранцы, ну, вот, может быть, и украинцы, да, лезут, мол, в наши выборы. Но Обама делать ничего не стал, значит, спустил на тормозах, очевидно, зная, что эти другие работают, так сказать, на его ставленника, так сказать, на его кандидат, Хиллари. Вот, слушания по импичменту могут обернуться трагическим провалом для демократов. Если Трамп и республиканцы правильно подадут информацию, то народ поймет, что выбранные ими представители занимались, получая, так сказать, неплохую совсем зарплату, значит, с введениями счетов в Конгрессе и партийной борьбой, значит, а не помощью стране, и понесут их из Конгресса. А как, кстати, вот, понесли республиканцев, когда они пытались сделать такой, пережали импичмент, как я уже говорил, Клинтону. А Клинтон тогда выиграл с достаточно большим, серьезным атомом и ввел очень много демократов и в Сенат, и в Конгресс. А демократы рассчитывают, что их верная пресса, значит, это их огромный, значит, плюс и мощь, что бы там ни было, они будут освещать дело таким образом, чтобы оно было, так сказать, наиболее комплементарно, оно было бы демократом и, значит, самым плохим для Трампа образом. Два с половиной года исследований России ничего не дали. Значит, все время все они кричали, что вот сегодня, завтра, что у них уже есть, что точно, совершенно и тому подобное. Писали во всех газетах, там, Вашингтон, Пост, Нью-Йорк Таймс, CNN, MSNBC, много раз мы об этом говорили. Выяснилось, что полный пшик, ничего нету. То есть, врали по-русски, да? Значит, потом комиссия по допросу Мюллера. О, они решили, что не там ничего не получилось у Мюллера, значит, вот сейчас они его вызовут, и сейчас они... Опять, тогда, так сказать, жуткий совершенно был провал. С Мюллером выяснилось, что он совершенно синильный, явно совершенно. Не то, что там ничего не делал, ничего не командовал ничем, он ничего не помнит, что происходило, ничего не знал даже имен оттуда. Вот, тогда демократы взялись за, значит, подтасованную ими же самими тему, нажим якобы на Зеленского, шантажируя его и таким образом заставляя Украину вмешаться в выборы США. То есть, то самое, что они делали и через Байдена, и, так сказать, Хиллари, и тому подобное. Но сейчас они, значит, ага, мы это делали, а давай сейчас придумаем и сделаем так, что вот якобы это самое делал Трамп. Вот Зеленский сам заявил, кстати, что на него давление не оказывалось, и что он давление не чувствовал. Вот. То же сказал министр странных дел Украины. Значит, еще одно фиаско, фиаско демократы не выдержат. Это, значит, их, похоже, последняя перед выборами двадцатого года фишка. Чпан или пропал. Потому что, значит, идти на выборы с двумя фиаско и с тем, что они ничего не сделали для страны, а у Трампа огромное совершенно свершение, они не могли, значит, надо было попробовать, а вдруг что-то получится, да. Честно говоря, вот, пан пропал, очень похоже, что пропал уже. Свидетели не смогли, значит, двое сегодняшних ответить на вопрос, а что, собственно, такое говорил или делал Трамп, что можно отнести к категории преступлений, за которые надо увольнять его, значит, с должности. В ответ было молчание. Демократы поставили создать ощущение, что Трамп в это самое время, так сказать, вот что-то такое делал, не говорил, не делал. То есть, вот намеками какими-то, заставляя свидетелей говорить, что сами не знают, но они думали в этот момент, что может быть Трамп шантажирует, ну и тому подобное. Или кто-то им сказал, что он думает. То есть, вот это вот, кто-то мне сказал, что он думает, что Трамп шантажирует, это и есть самое большое, так сказать, вот, что на что они способны сегодня. Вот, в то время, когда они занимаются полной болтовнью, значит, Трамп встречается с Эрдоганом, решал проблему только что с курдами из Сирии, ведет переговоры с Китаем, строит стену, кстати, стену. Кстати, с Нового года, потому что вы знали, по-моему, с Нового года, с 1 января, если не ошибаюсь, будут стоять камеры, и весь мир сможет увидеть, как Трамп строит свою стену с Мексикой. Там будет стоять целый ряд камеры, и будет каждый момент, так сказать, можно залезть туда и посмотреть, с разных сторон, как все это происходит. А Трамп собирается построить, не ошибаюсь, 500 миль, 450 миль этой стены до, вот, так сказать, до ноябрьских выборов. А если образ работающего Трампа и образ разглагольствующих демократов в Конгрессе впечатается в мозги, значит, облиганцев, то, значит, предрекаю, если это произойдет, что Трамп выиграет с огромным отрывом. Значит, пока что, дамы и господа, значит, у нас с вами первый ряд, сидим, значит, щелкаем семечки, пьем пиво и получаем удовольствие. До свидания и до следующего раза. Продолжение следует...